Итак, мы познакомились с наш древним. Мы расставили все необходимые улики на карте. Ой, секундочку, забыл брать знак древних. Так, мы поставили опять уровень ужаса на ноль. Теперь мы выберем сыщика. Я подумал и решил, что мне лень доставать сын, жетоны монстров, жетоны порталов из мешочка. Поэтому я поступлю следующим образом. Я поставил всех сыщиков на их стартовые локации. И я просто буду вытягивать по карте мифа, пока мне не попадется карта с локацией. Пока мне не попадется карта с локацией. Если попадется карта с локацией с двумя, с локацией, где будут два сыщика, я буду играть этими двумя сыщиками. Если попадется карта, где будет только один сыщик, где будет локация с одним сыщиком, я выберу этого сыщика и потом вытяну следующую карту, следующую карту локации. А хотя подождите, елки-палки, это же все стабильные локации. Они не выпадут на карте. Надо что-то другое придумать. Боже, что я про это и не подумал. Они же все начинают в стабильных локациях. Ну, кроме Кейт Уинтроп, с которой мы уже играли. Так, давайте тогда распределять их по нестабильным локациям. Лео и Пит начинают в речных доках. Соответственно, они оба пойдут на неизведанный остров. Ну, так как и в Кингспорте, и в Винсмуте речные доки и неизведанный остров являются водными локациями. Далее. Далее, далее, далее. Естественно, Харви и Мэнди пойдут в научное здание. Далее. Ну, тут уже тоже нечего думать. Доктор пойдет в леса. Солдат и монашка пойдут в историческое сообщество. Но туда не пойдет Мари. Мари пойдет в дом в Вене. А Диана, так как у нее членство Ложи Серебряных Сумерек, пойдет в Ложи Серебряных Сумерек. Наш продавец пойдет в Черную Пещеру. бегунья и частный сыщик, атлеты частный сыщик пойдут в забегаловку. А Джим Кальвер пойдет на кладбище. Так, почти всех распределили. Давайте теперь подумаем. Ну, естественно, Аманда пойдет на площадь независимости. И у нас осталось еще четыре сыщика. Так, надо всем найти пару. Начнем с локации, где по одному сыщику. Кто пойдет на площадь независимости? На площадь независимости давай пойдет Дженни. Далее. Кто пойдет в дом ведьм? А в дом ведьм пойдет Жаклин. Так. Потому что она тоже ну, короче, пойдет в дом ведьм. Так. Кто у нас пойдет в ложу серебряных сумерек? В ложу серебряных сумерек пойдет археолог. Так. И на... Так. Остался только Кевин Уильсон. А, Ричард Уильсон. Ричард Уильсон. А куда у нас пойдет Ричард Уильсон? А давайте-ка, Ричард пойдет на кладбище. Так. И теперь давайте вытягивать карту мифа пока нам не выпадет карта. Ну. И осталось только два сыщика без пары. Это это наш доктор и и продавец. Да. Два сыщика без пары. Все остальные без пары. Ну да ладно. Давайте смотреть. Так. Дом-верь. Значит мы будем играть с Мари. Мари будет первым игроком, а Жаклин вторым. Вот они. Так. Мари у нас первый игрок и Жаклин у нас второй. знаю какая-то неоднозначная схема выбора. В другой раз я ей пользоваться не буду. Это был такой одиночный эксперимент. На мой взгляд не самый удачный. Так. Теперь давайте раздадим им фиксированное имущество и еще один раз перемешаем колоду карт мифа. И... Но перед этим я расскажу как же я поступлю. Во-первых я буду использовать вестника. Во-вторых я добавил карты актов обратно в колоду. Ну и соответственно я перемешал все остальные колоды. Ну тут придется еще один раз перемешать некоторые колоды так как и у Жаклин и у Мари есть стартовое имущество. Итак. Мы раздали фиксированное начальное имущество. Перемешали колоду карт мифа. Теперь давайте раздадим случайное. Так. Для Мари это два заклинания. Так. Одно ой не заклинание. Блин. Надо будет перемешать карту обычных вещей. Так. Вот заклинание. Что-то я запутался. Так. Это боевое заклинание которое я так и не знаю как привести и разрыв плоти. Колоду я перемешал так что это они чисто случайно как вы были. Так. Разрыв плоти бесполезный и боевое заклинание. Так. И конечно же навык. Навык меткий стрелок. или давайте-ка вот так что-ли поставим. Вот у нас все заклинания будут в ряд. Белки-палки. Только одно боевое заклинание и то самое левое. И так. А далее что у нас? А далее у нас идет джаклин. Так. Одна обычная вещь. может ты мой так. Ну давайте-ка посчитаем что я не посмотрел и это оказался динамит. Так. Далее. Два заклинания. Два заклинания. Это вызов внутреннего зверя. Вызов внутреннего зверя. И желтый туман. Оба заклинания из дополнения. Так. И один навык конечно же. Храбрость. Можно перебросить проверку ужаса. А теперь давайте вытянем стартовую карту мифа. Так. Портал открывается на в неизведанном острове и улика появляется то есть переносится в научное здание. Так. кто-то из сыщиков пойдет в научное здание. Естественно. И один жетон на трек безысходности Гастура. Давайте-ка. А что я монстра вытащил? Ну ладно. Это будет у нас монстр. Давайте-ка поищем портал. Вот у нас есть портал. Это портал Вьюгат и конечно же Найт Каунт. Так. Он не передвигается. Читаем эффект самой карты. Древнее проклятие бьет по Архаму вызывая двух монстров на улице ручного городка. Так. Сбрасываем так как это карта типа заголовок и вытягиваем еще двух монстров и ставим их на улице ручного городка. Так. Вот у нас два монстра. Летающий полип очень суровый монстр. И трясун измерений. Нравится мне так его переводить так и буду. Так. И на этом собственно подготовка завершена.